В эфире телеканал ННТ Новости Дагестана. В студии Лориана Шемкалаева. Здравствуйте! Вначале коротко о том, что для вас подготовили я и мои коллеги. Последний призыв старого формата. Какие изменения ждут новобранцев российской армии в следующем году? Узнаем скоро. Мера пресечения для мэра Басманный суд Москвы заключил под стражу в лаву Кизелюрда до декабря. Цветы, почетные грамоты и слова благодарности. Как в Дагестане отметили День учителя, расскажем в выпуске. Игровые виды спорта тоже в приоритете. Скоро в республике будет своя школьная баскетбольная ливия. Более 3,5 тысяч дагестанцев призовут на военную службу в ряды российской армии во время осеннего призыва. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Дагестана Дейдбек Мустафаев. Призывники не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Привлекать к выполнению задач специальной военной операции новобранцев не будут. Вместе с этим с 1 октября увеличены штрафы за административные правонарушения в области воинского учета. Неявка гражданину без уважительной причины указанной по вестке военного комиссариата время и срок, то есть место, лечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Ранее было до 1 октября от 500 до 300, то есть до 3 тысяч рублей. Несообщение гражданинам об изменении семейного положения, образовании, места работы, учебы, сведений о переезде на новое место пребывания, неподтвержденной регистрации, лечет наложение административного штрафа от 1 тысяч до 5 тысяч рублей. Ранее штраф составлял 500 рублей. Службу по призыву можно заменить контрактной, есть возможность выбора и альтернативной гражданской службы. Со следующего года оповещения будут приходить в госуслугах, увеличен и возрастной порог подлежащего призыву до 30 лет. Завершится призывная кампания 31 декабря. За это время ряды вооруженных сил пополнят 130 тысяч россиян. Мера пресечения для мэра. Басманный суд Москвы арестовал главу Кизелюрта Магомеда Магомедова на 2 месяца до 2 декабря. Судебное заседание по просьбе Следственного комитета России прошло в закрытом режиме. Напомним, задержанного накануне Магомеда Магомедова подозревают в коррупционных фактах в годы работы министром спорта Дагестана. По этому делу проходит и начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Республики Халидбек Махачев. Его также арестовали на 2 месяца. Тем временем своих учителей с профессиональным праздником поздравило и руководство 49-й Махачкалинской школы. Чествовать педагогов также пришли руководители разных министерств и ведомств, а также известные спортсмены. Собравшимся выразили благодарность за профессиональный труд и воспитание подрастающего поколения. Все приглашенные были отмечены почетными грамотами и подарками. Сегодня я пригласил всех своих друзей, старших братьев, чтобы пришли поздравить мой коллектив с Днем Учителя. Я как руководитель школы стараюсь максимально делать все, чтобы мои ученики и учителя всегда были на первом месте. И я постараюсь, чтобы в этом году мой коллектив, мое учреждение занимали на Олимпиадах первые места. Я хочу поздравить всех дагестанцев, всех педагогов с праздником, с Днем Учителя. Хочу пожелать всего самого-самого доброго, терпения. Это очень тяжелый труд. Здоровья всех земных благ. Свой профессиональный праздник отмечают учителя. В Дагестане в сфере образования трудится около 50 тысяч человек. Для них и был организован образовательный форум «Педагогика, сотворчество и созидание». О том, как прошел форум, расскажет Тамара Самедова. День Учителя в Махачкале решили отметить масштабно. Праздничное мероприятие проходило сразу в нескольких локациях города. Но началось-то с традиционного возложения цветов в одном из столичных парков. Среди гостей чиновники, депутаты, но и, конечно, главные герои мероприятия – учителя. Это очень тяжелая работа. Работа, которая требует полного самопожертвования. Работа, которая ни в одной стране, ни в одной системе никогда не оплачивается должным образом. К большому сожалению, конечно. Но учитель – это тоже одна из единственных профессий, куда человек идет по призванию, а не ради материального какого-то благополучия. Это действительно святые люди, и в этот день мы концентрируем все свои слова благодарности, пожелания успехов этим прекрасным людям. История дагестанских школ и педагогов прошлого и настоящего. Все это нашло отражение фото-выставки «Наставник», открытой здесь же в музее парка «Гёль». Посетители имели возможность ознакомиться с примечательными моментами истории сферы образования региона. Школа номер 17. Школа, который может быть не построена этой школой. Она отходит. Школа номер 17 я закончу. Вот, символе. Я сегодня. Ну, даже узнать, что она архитектурно отличается от других школ. Самым символичным моментом стала посадка деревьев и заложение капсулы времени с посланием будущему поколению учителей. Ирина Каргина специально приехала в этот день из Москвы. Вспоминает, что училась в первом классе, когда её родители отправили по распределению в Хурюкскую школу-интернат Ахтынского района. И вот узнав о том, что здесь есть память в Хурюкской учительнице, я написала стихотворение. Если хотите, я прочту. Конечно. Помню, как поклоны пили маме, как её благодарили в Хурюке, называли чан-учительницей или чан-директором. Во всей округе знали, уважали и боготворили, как её любили, почитали. Мы идём по улочке Быванова, быстрый сборный роет сары, каменную стёжку углубляя. Женщины, как добрые подружки, ей желают много-много лет. Да, она учитель высших роботов, да, она испытана годами. Памятник учительнице скромной и моей заслуженного маме. Что ты держишь? Книгу непременно, школьный глобус, длинную указку, три твоих важнейших инструмента, чтобы пылью в жизни сделать сказку. Ну и какой же праздник без подарков. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» прошла официальная торжественная часть мероприятия. Учителей со всего города награждали за их благородный труд и преданность делу образования. Тамара Самедова, Шамих Кирисулаев, новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. В месяц Рабиуль-Аваль. Мавлиды, культурно-развлекательные мероприятия, организованные дагестанцами, проходят в разных регионах России. Примечательно, что их посещают не только мусульмане. В программе посещения представители Муфтеатра, Республики, города Дальнего Востока, Средней Азии, Мурманск, Брянск, Москва, Санкт-Петербург и другие. Самый уважаемый человек, которого я знаю, это Шейхан Адия Фанки. Человек, с которым так посчастливилось, что я встретился буквально в этом году. И до сих пор я нахожусь под впечатлением этой встречи. Это удивительный человек. И сегодня мероприятие проходит также благодаря этому удивительному человеку. Шейх проводит большую духовно-посвятительскую работу на территории всей нашей большой страны. Взгляд Шейха упал и на новой территории, и там проводится большая работа по восстановлению мечетей, по привлечению, вовлечению детей в спорт. И хотел бы сказать большое спасибо Шейху за все то, что он делает. Дорогие друзья, я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы имели хороший, благой нрав. Благой нрав – это основа всех религий. И пусть Бог сделает так, чтобы каждый из вас стал достойным представителем своей религии, своего народа, а самое главное – патриотом нашей страны. Дорогие братья и сестры, Давайте с этого дня будем стараться изучить жизнь официальной пророком, следуя за этой сумной, следуя за пророком, следуя за пророком, среди приглашенных путем жеребьевки разыгрываются путевки на малый хадж, детям дают подарки, а всем женщинам дарят цветы. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжелобольных детях. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается маленькая Раяна. У девочки задержка психоречевого развития, и ей необходима реабилитация, которая стоит немалых денег. Подробности в сюжете Камилы Мехтихановой. Подходит, умничка. Подожди, девочка. На. Поставь. Жив, 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 жив. Есть. Вот так. Раяне скоро исполнится три года. Задержка в развитии ребенка очевидна. Ей нужна постоянная реабилитация у специалистов. Я вот узнала об этой болезни. Мы вот с девочкой, они часто болеющие оба дети. Вот она когда дома осталась, она тоже начала постепенно от развития отставать. Поведение, вот она вот на имя не отвлекается, указательной жесты нету, вот плаксивая, нервничает тоже вот так же. Вот динамика тоже у нее так слаба. Реабилитация была назначена, это такие процедуры, как и биотерапия, это поведенческие аналитики, которые работают с поведением ребенка. Так как кроме психологического развития у ребенка наблюдаются поведенческие нарушения в развитии. Также была назначена работа психолога по методике D-Floor Time, это сенсорная интеграция, так как у ребенка было еще присутствовали стимы, которые, ну, разные стимы. Работа была назначена еще с логопед-дефектологом, это логопедический массаж. Но это длительная работа, конечно, она не подсилена не всем нашим родителям. И они обращаются за помощью, благотворительные фонды, было бы очень хорошо, замечательно, если бы нашлись бы такие люди, которые помогут. В семье Сапият тяжелое финансовое положение. Помимо Раяны, такой же диагноз у ее старшей дочери Нурии, с которой также приходится регулярно заниматься в центре. Все свое время мама уделяет их воспитанию и реабилитации. С мужем вместе вот так воспитываем детей двоих, но уже в последнее время тяжело что-то лечение это делать. Вот на Floor Time как-то получается, я вот кредит тоже взяла, чтобы ей лечение это сделать, как-то Floor Time оплачивать. Поэтому я и обратилась в фонд Инсан. Фонд Инсан открывает сбор для Раяны Хайрулаевой. Необходима сумма в 200 тысяч рублей. И мы с вами тоже можем помочь маленькой девочке. Для этого нужно перейти по QR-коду, который вы видите на экране, и перечислить любую сумму, подтвердив перевод. Камила Мехтиханова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. И к новостям спорта. В Дагестане появится школьная баскетбольная лига. Республика присоединилась ко всероссийскому проекту «Кэс Баскет», который реализуется на территории России с 2007 года и насчитывает 15 сезонов. Соглашение подписали в региональном Минспорте. В новом сезоне чемпионата примут участие более 17 тысяч команд, юношей и девушек из 73 субъектов страны. Это даст дополнительные возможности для детей, отрастающего поколения, заниматься спортом в свободное время. И это всероссийская лига, которая сегодня набирает большие обороты, где мы уже, проведя внутренний свой чемпионат, сможем выступать уже на всероссийском чемпионате финала, можно сказать, лиги школьного баскетбола. Сейчас у нас идет заявочная кампания, куда мы, соответственно, приглашаем все школы Республики Дагестан присоединиться и подать свои заявки. Можем сказать, что наградная продукция, сувенирная продукция, судейское оборудование, методическая литература для учителей физкультуры, баскетбольные мячи, баскетбольная форма, наградная продукция. Все это мы предоставим. Министерство спорта даст судей, даст залы, даст возможность. Школьникам остается только прийти и играть в баскетбол. Первые игры состоятся в ноябре. Команда из участников от 12 до 17 лет будут соревноваться на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Победитель отправится на всероссийские соревнования лиги. Главный приз – путевка на суперкубок единой лиги ВТБ. Между тем в UFC стала одним дагестанцем больше. Полутяжеловес Магомед Гаджиасулов пополнил ряды бойцов сильнейшей лиги ММА. Стать участником этого промоушена нашему спортсмену позволило успешное выступление в отборочном турнире президента UFC Даны Уайта. В своем поединке выходец из Хунзакского района оказался сильнее боливийца Хосе Даниэля Медину. Эта победа стала для непобежденного Магомеда Гаджиасулова восьмой в профессиональной карьере. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шамхалаева. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Продолжение следует...